Ну а о том, что парковка платная, говорит знак, который сложно не заметить. Совсем скоро таких в нашем городе будет еще больше. Ну а пока попробуем выяснить, насколько это удобно и насколько это просто поставить машину на платной парковке в нашем городе. Ну, для начала есть инструкция, наверное, для тех, кто вообще не понимает, что и как делается. Ну и первое, что я отсюда узнаю, это то, что в течение 15 минут мне нужно научиться пользоваться паркоматом. Для того, чтобы мне не получить штрафы и научиться пользоваться паркоматом, отведено целых 15 минут. В принципе, думаю, что этого достаточно. Прописаны и способы оплаты парковки. Через паркомат банковской картой можно отправить смс на короткий номер. Ну и есть мобильное приложение, которое называется «Парковки в Рязани». Попробуем освоить паркомат. В принципе, на самом паркомате также есть инструкция и все достаточно понятно написано. Для начала нажимаем кнопочку «Старт». Для оплаты парковки нажмите цифру 1. У меня почему-то не нажимается. Почему у меня не нажимается? Нет. Введите номер парковочной зоны 101 или 102. Номер указан на паркомате. Номер 101. Введите номер регистрационного автомобиля «С». Номер 100. 80. 5. Так, где у него «ОК»? Галочка. 62. 20 рублей. Так, вставить банковскую карту, короче, да? В общем, как показала практика, даже производя подобные манипуляции впервые и даже будучи блондинкой, в общем-то, разобраться совсем не сложно. Впрочем, мнения паркующих сиризанцев разделились. Постоянные пользователи ценят преимущество платных парковочных мест. А вот тот, кто впервые окажется на улице Радищева или Проволыбецкой, все-таки должен иметь в запасе время и желание разобраться. Насколько здесь легко и удобно парковаться из-за того, что платные парковки? Ну, я здесь работаю, поэтому да. А, никаких проблем с паркоматами? С паркоматами нету, с близлежащими территориями есть проблемы, потому что все забито, все занято, невозможно вообще подъехать никуда. Это очень сложно, и нет у меня такого времени, чтобы все выезжать сюда и тратить на него свое время еще. Нет возможности посылать смс, такой тариф, я не знаю, что вам сказать. Поеду я во двор куда-нибудь и все.